Защитники Дхармы, вырвите мое сердце! Великое могущество всегда вырастает из великой веры и глубинной мудрости. Именно о тех, кто лопатил в себе веру и мудрость, помнят в веках. Они слагают гимны и легенды, их почитают, о них равняются и им поклоняются. Аюше Хан родился в Джунгарии в пору ее расцвета и могущества. Его дедом по матери был джунгарский правитель Ирне Баатр Хюнтэджи, а по отцу – легендарный торгутский владыка Шукир Дэйчин. В 1654 году, приглашая Заябандиту к калмыкам, Шукир Дэйчин забрал своего внука Аюше с собой на Волгу. Бесспорно то, что юный Аюше встречался с Заябандитой Джунгарии до отъезда в калмыцкие степи. Мы также можем с уверенностью говорить, что встречались они и в 1655-1656 годах, во время второго приезда великого Айратского ламы, кочевавшему в российских пределах калмыкам. Именно Заябандита и Шукир Дэйчин зародили глубокую веру в Будду маленьком мальчике. В 1737 году, уже после смерти Аюше хана, выдающийся калмыцкий историк, ученый-лама, последователь Заябандиты М.Ч. Нгаван Шерап написал свою прославленную работу – «Сказание о дирбен Айратах». Он написал ее тогда, когда воспоминания о великом калмыцком хане еще были свежи в памяти его современников. Описывая деяния великих правителей Айратов, Нгаван Шерап вспоминает и Аюше хана. Калмыцкий летописец описывает то, как Аюше хан во время своего ежедневного поклонения грозным защитникам калмыцкого народа в ханском сюме, став на колени перед статуей гневного и могучего Яматаки, молился. Если человек, такой же влиятельный, как и я, задумывает причинить вред учению Будды, защитники Дхармы, вырвите мое сердце! Могучий и бесстрашный, справедливый и снисходительный хан, стоя на коленях, молил о том, чтобы человек, такой же влиятельный, как и он сам, не смог навредить учению Будды. Он просил, чтобы грозный Яматака наделил его силой пресечь тех, кто осмелился посягнуть на веру. Он выступал гарантом того, что дело Цаганно Минхана и Дунхор Хутыкты, Нинзан Хутыкты и Айратского Заяпандиты будет продолжено беспрепятственно. И что, если кто-то посмеет причинить вред учению Будды, пусть защитники Дхармы вырвут его, Айши Хана, в сердце, если вдруг он допустит подобное. Искренне верим, что нынешние калмыки, так же, как и их великие предки, стоят коленопреклонными только перед своим ворханами и грозными защитниками Дхармы, больше ни перед кеми другими. И чтобы молили о процветании и благе своей Родины. И не только молили богов, но и как Айши Хан, не жалея ни сил, ни жизни, трудились во благо своего народа. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал ZAN Online с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходит почти ежедневно, и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы пятейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид. Как бы они ни назывались, и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая, больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 76 64. С уважением, Максим и будущая команда канала ЗАНОЛАН. Субтитры сделал DimaTorzok